Мы предостерегли бы от эйфории, которая охватила наших западных коллег. Ведь выборы не панацея. При оценке как самих выборов, так и их возможных последствий, нельзя не учитывать те события, которые им предшествовали, и условия, в которых они проводились. Нельзя забывать бесчинства, творившиеся рвавшимися к власти противниками законно избранного президента, и государственный переворот, осуществленный при поддержке извне с опорой на национал-радикальные силы. Нельзя забывать трагедию Одессы 2 мая и Мариуполя 9 мая. Нельзя не слышать разрывов снарядов на Юго-Востоке, где и сейчас продолжается карательная операция. Нельзя не признать, что прошедшие выборы не были в полном смысле свободными и демократичными. На ряд кандидатов оказывалось сильнейшее давление, в том числе и угроза физического насилия, в связи с чем некоторые из них были вынуждены сняться с предвыборной гонки. Выборы проходили при жестких ограничениях на деятельность средств массовой информации. Консолидация населения во многом достигалась за счет шельмования и терроризирования целых регионов страны и разнужданной антироссийской пропаганды. Однако сегодня мы не можем позволить себе просто обсуждать электоральные процессы в отдельно взятой стране. У Совета Безопасности полномочия совсем иного свойства. Он несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. И когда на части территории Украины, по сути, бушует война, задача собравшихся в этом зале – искать пути того, как положить конец насилию и перевести ситуацию в мирное переговорное поле с вовлечением всех украинских сторон. Для России подобная задача имеет особое значение с учетом того, что военные действия идут в непосредственной близости от наших границ. Члены Совета Безопасности должны призвать Киев осознать, наконец, необходимость учитывать интересы всех граждан страны, немедленно прекратить войсковую операцию на Юго-Востоке. Этого ждут его жители, это требуется от Киева в соответствии с его обязательствами по Женевскому заявлению и дорожной карте ОБСЕ. Это позволило бы перейти к подлинному общенациональному диалогу, к согласованию общеприемлемой конституционной реформы, к подлинному диалогу, а не прикрывающим карательную операцию круглым столам, проводившимся без участия представителей протестного движения Юго-Востока. Отмечаем, что после выборов как-то забылся недавно с большой помпой, принятой Верховной Радой, меморандум о мире и согласии. Вместо поиска согласия с собственными гражданами на них навешиваются оскорбительные ярлыки. Во всех имеющихся проблемах пытаются обвинить Россию. Раздаются призывы поскорее закончить карательную операцию путем ее интенсификации. Людей загоняют в армию и так называемую Национальную гвардию. С нежелающими стрелять в свой народ расправляются. Все более неизбирательно используются авиация, танки, бронетранспортеры, минометы. Хаотичному авиа и артобстрелу подвергаются гражданские объекты, включая школы, детские сады и больницы. Мирному населению, несмотря на призывы руководства осажденных городов, не дают покинуть зоны боевых действий, не создаются гуманитарные коридоры безопасности. Украинскими властями не предпринимается никаких действий для эвакуации детей и содействия воссоединению разлученных семей. Нарушаются положения Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, а также основные гарантии, предусмотренные частью 3 статьи 1 дополнительного протокола 2 к Женевским конвенциям. С горечью отмечаем, что некоторые члены Совета продолжают всячески оправдывать силовые действия киевских властей. Сегодня один коллега даже охарактеризовал их как вызывающие восхищение своей сдержанностью. Так и хочется сказать, побойтесь Бога, господа! Господин председатель, имеются многочисленные свидетельства средств массовой информации и видеоматериалы об использовании ВВС Украины вертолетов с ООНовской символикой. Последний такого рода случай был зафиксирован не далее, как 26 мая в небе над Луганской областью. Призываем секретариат ООН не быть пассивным наблюдателем столь грубого нарушения, ооновских правил, разобраться в вопросе и принять действенные меры для прекращения такой дискредитирующей ООН практики. Простого отрицания этих фактов киевскими властями явно недостаточно. Дорожная карта ОБСЕ предполагает расследование всех случаев массовой гибели людей. Но на этом направлении прогресс нулевой. Заматывается расследование событий 19-20 февраля на Майдане, включая резонансное дело снайперов. Не услышаны наши настоятельные призывы обеспечить проведение международного расследования трагических событий 2 мая в Одессе, где, как известно, были применены неустановленные смертоносные химические вещества, а также 9 мая в Мариуполе. Украинская сторона уходит от серьезного взаимодействия с международными структурами по этим проблемам. Гонением и угрозам жизни подвергаются представители средств массовой информации, которым украинские власти не дают выполнять профессиональный долг и объективно освещать царящий на Украине беспредел. Сегодня всем известен безобразный инцидент задержанием журналистов российского канала Live News и жестокого обращения с ними в украинских застенках. Бесчисленны случаи запрета журналистам на въезд на украинскую территорию или их выдворение под надуманными предлогами. Выражаем соболезнования семьям итальянского журналиста и сопровождавшего его гражданина России, погибших в результате минометного обстрела украинских силовиков. Мы серьезно обеспокоены имевшими место инцидентами с двумя группами наблюдателей ОБСЕ. В составе одной из них был российский гражданин. В рамках наших возможностей мы принимаем меры по розыску и освобождению еще не освобожденных наблюдателей. При этом следует обратить внимание на то, что главную ответственность за безопасность наблюдателей несет принимающая миссию украинская сторона. Однако Киевом до сих пор не завершены внутригосударственные процедуры по ратификации меморандума о взаимопонимании с ОБСЕ, гарантирующего неприкосновенность сотрудников международной миссии. Неопределенность статуса наблюдателей ОБСЕ, проработавших на Украине уже более двух месяцев, несет прямую угрозу их безопасности. Господин председатель, и в заключение, искренне рассчитываем, что состоявшиеся 25 мая президентские выборы все-таки станут началом нового, более конструктивного периода во внутриполитической жизни украинского государства. Но для этого они должны быть подкреплены конкретными делами для достижения широкого национального согласия. Украинские политики уже не раз жестоко обманывали ожидания своего народа. Надеемся, что этого не произойдет в нынешний, чрезвычайно ответственный для страны период. Благодарю вас, господин председатель.